Семиэтажная поликлиника за миллиард рублей откроется в Северном уже этой осенью. Пациентам больше не придется ездить в Солнечный, чтобы попасть к узким специалистам или сделать рентген. Здесь будут принимать врачи, проводить исследования, которые редко встретишь в обычном районном медицинском учреждении. Подробности в сюжете далее. На месте, где еще год назад был пустырь, сейчас семиэтажное здание будущей взрослой поликлиники. Фасадные работы уже завершены, а вот внутри еще много дел. Сложно сказать, кто ждет новое медучреждение в Северном сильнее – пациенты или даже сами медицинские работники. Молодые специалисты и даже опытные специалисты охотнее идут в такие новые здания. Современное здание, широченные коридоры, всем будет места хватать. И наоборот, это удобно, что здесь сконцентрировано все. Это поликлиника нового типа, мы их так называем многофункциональные поликлиники, в которых оказывается помощь, начиная от гинекологической, заканчивая стоматологической. Такого раньше не было. Мы строили отдельно стоматологические поликлиники, отдельно женские консультации. В новой поликлинике сконцентрировано все это и даже больше. На первом этаже расположится неотложная помощь и кабинет сдачи анализов. На втором – дневной стационар для оказания помощи онкобольным. На третьем – стоматология. Четвертый организован под хирургический блок и акушерско-гинекологическое отделение. На пятом будет своего рода центр здоровья, блок восстановительного лечения. На шестом разместится администрация и колл-центр, последний этаж технический. А это значит, что теперь для жителей густонаселенного Северного узкие специалисты в шаговой доступности. Все пациенты Северного должны были ездить в Солнечный для проведения рентгенологических исследований. Теперь все будет это здесь. У нас практически в старой поликлинике, так как это маленькое помещение, у нас там преимущественно терапевты. Но перейдут узкие специалисты, перейдут хирурги, перейдут аллорингологи, часть терапевтов, потому что здесь их будет больше, чем там. Здесь будут кабинеты терапевтов аж на 28 участков. Строительные работы по нацпроекту здравоохранения кипят не по графику, а с опережением. На первых двух этажах уже идет чистовая отделка. Стоимость современного медицинского учреждения больше миллиарда рублей. Проверить, как идет строительство с инспекцией, приехал губернаторский контроль. Проект уникальный, потому что он находится на густо застроенной территории города Красноярска. Но тем не менее удалось его хорошо вписать в район. И это будет такой подарок жителям, будет недалеко ездить, будет удобно ходить в поликлинику. Завершение строительных работ 30 сентября. Но я думаю, что уже к концу лета мы здесь завершим, расставим оборудование. А после получения всех разрешений поликлиника примет первых пациентов. Медицинское учреждение будет работать с 8 утра до 8 вечера. И его смогут посещать 500 пациентов за смену. Это тысяча человек в день. Елисей Савлюк, Виктория Мартоник и Павел Иваницкий, 7 канал.